Пекин, Шанхай, Гонконг Пекин считывает от 4 до 8 миллионов жителей. Впрочем, густонаселенность – фирменный знак Китая. Так почему же в нашем фокусе оказался именно Фашань? Ответ кроется в еще одной прочной ассоциации с этой страной – восточных единоборствах. Существует расхожее мнение, что для последователей боевых искусств это не хобби, а целая философия и образ жизни. И родина множества школ кунг-фу – как раз то место, где можно убедиться, что это не пустые слова. Поклонение предкам Вподнебесные доказательства этому можно встретить чуть ли не на каждом шагу. Известная школа единоборств Яо. Ее назвали в честь двух мастеров – отца и сына. Первого считали одним из сильнейших в искусстве кунг-фу. И на этом династия мастеров не прервалась. Его наследниками стали три сына. Сейчас занятия в школе ведут Яо Юнцян и Яо Джунцян – старшие и младшие сыновья великого мастера. Навыки стиля Винчунь перешли к ним от деда и отца. Правда, поначалу их не привлекало призвание учить мастерству Винчунь. Но все изменила случайная встреча, которая произошла у старшего сына. И вот уже более десяти лет он передает опыт, накопленный несколькими поколениями семьи Яо. Как-то в наш дом заглянул гость из Гонконга. Он попросил дать ему несколько уроков. И, знаете, оказался на редкость способным учеником. Я радовался его успехам и сам получал удовольствие от того, чем занимаюсь. Однажды меня буквально осенило. Мы с братьями должны, нет, просто обязаны передать бесценное искусство семьи Яо. Несмотря на единое название Винчунь, техники в разных школах могут заметно отличаться. Мастера семьи Яо издавна исповедовали так называемый «змеиный стиль». Долгое время школа была закрытой для посторонних. За всю жизнь ее основатель подготовил всего 18 учеников. Зал, где проходят занятия, и сейчас не производит впечатления чего-то глобального. Между тем, филиалы этой школы открыты в нескольких китайских провинциях. И даже больше. Япония, Южная Корея, США, Канада, Испания, Россия. Это только несколько стран, где продолжают дело семьи Яо. Не без гордости скажу. У нашей школы более 100 тысяч учеников. По всему миру. Им пришелся по душе стиль семьи Яо. Его еще называют «змеиным». На первый взгляд движения кажутся свободными, легкими. Но, поверьте, это обманчивое впечатление. В них заключена огромная сила. Я сейчас буду драться так, как не умеет никто другой. Для многих наших соотечественников первое знакомство с восточными единоборствами происходило благодаря художественным фильмам, таким как кинолента «Пьяный мастер» с молодым Джеки Чаном в главной роли. Но мало кто знает, что его герой в этом комедийном боевике – вполне исторический персонаж Вон, или в другом произношении – Хуан Фейхун. Искусством стиля Хунгар в провинции Кантон, сейчас это Гуандун, владели еще в 18 веке. Однако основоположником этого направления считают именно Фейхуна, уроженца Фашане. Он усовершенствовал технику единоборства. А после смерти великого мастера в 1924 году его ученики отправились в Гонконг. Почти 40 лет назад, именно там, в зал впервые пришел Кун Сюан Хэйхун. В 79-м, когда я только начал заниматься, для нас важно было сохранить традиции этого вида единоборства. Когда мой мастер достиг преклонного возраста, он дал мне напутствие перед моим возвращением на материк. Я эти слова не забываю. Как могу, передаю опыт мастера Джоу. Стараюсь прививать своим ученикам все лучшие традиции школы Хунгар. Кун Сюан Хэйху уже 9-й десяток. Однако сил и энергии столько, любому молодому даст фору. За время съемки не позволил себе и минуты передышки. Постоянно был в процессе. Следил за учениками, что-то объяснял, показывал. А после тренировки провел небольшую экскурсию. На почетном месте награды, завоеванные учениками. Для меня главное не эти кубки и медали. Прежде всего, поединки и тренировки – это оздоровление и укрепление организма. Взгляните на меня. Мне за 80. Моему мастеру Джоу и вовсе 102 года. Разве мы не пример того, как уж увлияет на состояние тела и души? Мой учитель объяснял мне. Кунг-фу не надо использовать для нападения. Только для защиты слабых. Хочу, чтобы и мои ученики следовали этому постулату. Поначалу учениками движет прежде всего желание стать сильными, ловкими и при необходимости дать отпор любому противнику. Но со временем они начинают путь к познанию самого себя. Порой на это уходят годы, а чаще – вся жизнь. Конечной точки быть не может. Приобретая знания, начинаешь испытывать потребности делиться ими. Раньше я оценивал происходящее только с двух позиций. Либо белое, либо черное. Постепенно постиг простую истину. Существует еще и нейтральный цвет. Есть альтернативные грани, через призму которых можно оценить происходящее. Это помогает двигаться по жизни. Пусть и не сразу, но я нашел гармонию. Я делюсь опытом. Помогаю ученикам совершенствоваться не только физически. И в том нахожу смысл своей жизни. Оказавшись в Китае, совсем немного времени нужно, чтобы убедиться. Влияние восточных единоборств здесь распространяется далеко за границей тренировочных залов. Так, например, от них неотделимо театральное искусство. Сцены поединков нередко украшают выступления мастеров кантонской оперы. Этот вид искусства зародился еще в 15 веке в одноименной провинции, которая сейчас носит название Гуандун. Главная особенность кантонской оперы заключается в языковом обрамлении спектакля. Актеры произносят реплики на родном гуандунском диалекте. Поэтому, чтобы понять общий смысл и отдельные шутки, нужно хотя бы в какой-то мере его знать. В то же время, благодаря красочности представления, оно может быть интересно и тем, кто не понимает язык. Еще более эффектными спектакли делают яркие сценические костюмы и грим актеров, которые они накладывают себе сами. Прически и макияж – дело кропотливого труда. Чтобы создать нужный образ, приходится провести перед зеркалом не один час. Гриму и костюмам режиссеры уделяют особое внимание не случайно. Ведь они стараются как можно точнее, не упуская малейших деталей, рассказать о прошлом. Свои идеи создатели спектаклей находят в трудах авторов классических трактатов. Основных тем четыре – обучение, любовь, нравоучение и поединок. И как раз в последнем случае при постановке многое берется из арсенала мастеров Ушу. Людям нравятся постановки классических произведений. Но на наши спектакли приходят не только обычные зрители. Часто в зале можно увидеть и кинематографистов. Их прежде всего интересуют костюмы прежней эпохи. Но также они обращают внимание и на поведение героев. Владение боевыми искусствами для актеров – не современная тенденция, а, напротив, дань истории. Более того, в прежние времена именно благодаря артистам на юге Китая узнали о стиле Ушу – Винчунь. Мастер этого стиля Цэн Хао, проводя небольшую экскурсию в музее красной джонки в Фашане, особое внимание уделяет макету этого рыбацкого баркаса, выкрашенного в красный цвет. В конце 18 века на таких лодках актеры путешествовали по руслам судоходных рек так называемого «золотого треугольника». Яркий красный цвет привлекал внимание жителей прибрежных поселков. Как только появлялась лодка, народ тут же выходил на берег, чтобы увидеть представление, а заодно познакомиться с новым для них стилем единоборств. Для актеров лодка была и сценой, и домом, и местом тренировок. В школах, где учат стилю Винчунь, ученики старательно повторяют все движения за наставником, совершенствуются в парной работе, оттачивают свое мастерство в упражнениях с деревянным манекеном. Подобные тренировки позволяют придать каждому движению четкость и уверенность. Точно так же совершенствовали свое мастерство и актеры. На лодке немного места. Устраивать поединки было попросту негде. И в таком деревянном манекене нашли выход из положения. Обычно на палубе их устанавливается два или три. Это давало возможность отрабатывать практически весь спектр движений. И еще. Если вы обратили внимание, у бойцов нашего стиля ноги стоят на ширине плеч и чуть согнуты в коленях. Даже если лодка сильно качалась на волнах, такая стойка позволяла сохранять баланс. Выступление труппы кантонской оперы можно увидеть не только на театральных подмостках, но и на различных городских праздниках. И, как правило, на таких событиях не обходится без еще одной традиции – танца льва. Этому искусству как минимум три сотни лет. А возникло оно как своеобразный ритуал привлечения удачи и отпугивания злых духов. Глядя на акробатические навыки танцоров, понимаешь, что без усердной подготовки повторить такое невозможно. И, наблюдая за типичной тренировкой, только убеждаешься в этом. Обычно заниматься здесь начинают в возрасте 12-13 лет. И нужно по меньшей мере три года упорного труда, прежде чем новичок сможет выйти на сцену. Толчок к появлению танца льва дали единоборство. Такие выступления сопровождали поединки бойцов Ушу. Технику исполнения акробатических элементов танцоры взяли именно у них. Ты можешь быть наделен артистическими данными, но чтобы исполнить танец, этого недостаточно. Необходимо еще владение техникой боевых искусств. Тема восточных единоборств в Китае находит продолжение не только в опере или танце, но и в живописи и каллиграфии. Почетный художник провинции Гуандун Линхо вместо холста использует бумагу, а краски заменяют чернила и вода. Техника, в которой он работает, отличается от того, как создают свои произведения европейские живописцы. Я стараюсь писать длинными мазками. Где-то цвета насыщены, где-то наоборот размыты. Европейцы так не работают. К тому же они пытаются добиться сходства натуры и рисунка. У нас такой четкости нет. Все пейзажи как бы в дымке, в пелене. Для нас важно передать внутренний смысл рисунка. В жизни господина Хо два увлечения. Кунг-фу и живопись для него неразделимы. Движения, отработанные в зале за три десятка лет, он переносит в мастерскую. Свой стиль письма он называет кунг-фу гахуа. Линхо – один из тех, кто творит, используя технику, которую позаимствовал у мастеров восточных единоборств. Кисть для меня как оружие, которое используют мастера единоборств. Ноги находятся в позиции лошади, основной стойки в ушу. Я передаю энергию в поясницу и дальше в плечевой пояс. А уже через кисть эта энергия оказывается на холсте. Так мазки получаются более четкими и наполненными. Мой стиль подтверждает – единоборство и искусство живописи неразделимы. Постижение чувства прекрасного – важная часть духовного развития. Несколько тысячелетий и другому китайскому искусству – ваянию. На юге Китая скульпторы в большинстве своем отдают предпочтение так называемой шиванской керамике. В работах стараются избегать вычурности или китча. Любят простые формы. Фенг-жи-вей часто прибегает и к буддистским мотивам. А обращаясь к историческим или религиозным сюжетам, по словам мастера, важно знать и понимать энергетику единоборств. Это необходимо, чтобы, например, точно создать образ древнего воина. Как и самосовершенствование мастера боевых искусств, создание скульптуры – процесс длительный и разбит на несколько этапов. На основе чернового варианта мы создаем гипсовую форму. Делается это для серийного копирования. Затем за дело берутся мастера в цехах. Следующий этап – появление на скульптуре каких-то дополнительных элементов. Это могут быть руки, пояс, парик. Ну а окончательный вид фигурки придают художники. Самое сложное в этом процессе – создать первый образец. Потом все идет по накатанной. Стили и направлений боевых искусств Китая множество. Цай Ли Фо – одно из них. Ля Сю Йонг – мастер, владеющий техникой этого направления единоборств. Вот уже почти 20 лет передает свои знания ученикам. Сам впервые пришел в зал и начал заниматься кунг-фу в 16 лет. Рассказывая об особенностях стиля, Ля Сю Йонг отмечает главное. Прежде всего, это прикладной вид. Здесь не очень принято отрабатывать приемы перед зеркалом. В основном мастерство приобретается через спарринги. Техника стиля Цай Ли Фо довольно проста. В случае опасности применить ее для самообороны может даже начинающий. Но мне, как наставнику, важнее другое. К сожалению, сейчас для многих занятия стали неким хобби, а не важной частью жизни. Поэтому необходимо напоминать о традициях, стараться донести до учеников, что боевые искусства – это не только мастерство самообороны, но и духовное развитие. Стиль Цай Ли Фо появился на юге Китая еще в 19 веке, когда мастер Чэнь Хэн собрал все лучшее из трех направлений стилей. Отсюда и название. В арсенале бойцов более ста различных комплексов, или Таалу. Это и рукопашный поединок, и противостояние с применением оружия. Все удары и технические элементы ученики отрабатывают в движении. Вот одно из таких занятий в школе Хэн Сен Тан, в зале, открытом более полутора веков назад. Сила ног, сила поясницы, плечевого пояса и кулака – все это мы совмещаем. Наблюдая за тренировкой, вы наверняка заметили – в Цай Ли Фо большая амплитуда движений. При ударе корпус поворачивается на 90 градусов. В движении и корпус, и плечи, и рука. Атака осуществляется не только за счет хлесткой энергии кулака. Удар как бы выносится всем корпусом. Однако стиль Цай Ли Фо – это не только искусство поединка. После показательного занятия мастер ведет в соседнюю комнату, где гость становится уже пациентом. Аля Сю Йонг на практике доказывает, что приемы и удары, которые используют мастера Цай Ли Фо, могут приносить не только болевые ощущения. Мы сотрудничаем с медицинскими учреждениями, готовим пособия, проводим лекции, рассказываем об оздоровительном эффекте массажа с применением техники нашего стиля. Что есть добро и что зло в этом многоликом мире? Где белое, а где черное? Издавна этот вопрос тревожил душу человека. Как правильно жить там, где все сплетено воедино? Как инь и ян? Древние мастера Фашаня знают ответ на этот вопрос. Гармония – вот истинный путь. Именно в ней сила воина сливается с красотой живописи и изяществом скульптуры. А боль ударов оборачивается целительным массажем для тела. Но главное – это долгий путь к самому себе, к познанию и духовному совершенствованию. Путь в гармонии, по которому идут мастера восточных боевых искусств и ведут за собой тех, кто готов следовать за ними. Субтитры создавал DimaTorzok